Добро пожаловать в интернешнл! Добро пожаловать в интернешнл! Кстати, еще ушки мои порезала его фраза про величайший киберспортивный турнир. Дядька то ли вообще не в курсе, что происходит с организацией чемпионата, то ли ему просто не сообщили, что уже второй год они вместо призовых рассчитываются с киберкотлетами-кириешками. Ну как там с деньгами? Мне вообще похуй. Но это все фигня. Несмотря на то, что первый день турнира не показал никаких интересных анонсов, я уверен, что все самое любопытное еще впереди. Ведь вентили всегда оставляли самое вкусное напоследок. Так что ни в коем случае не расстраиваемся. А вместо этого подписываемся на канал Типичная Дота, бахаем в колокольчик и вместе ждем больших движух от любимой инди-компании. А пока напомню, друзья, что на время интернешнала вы можете успеть нафармить дорогие скины для доты с помощью парипаса. Там, если что, есть моя личная ветка квестов на худвинг. Например, сделать всего 3 фрага закатку или 15 асистов. За выполнение этих квестов вы не только получите парикойны, которые можно потратить в магазе на дорогие скины или фрибеты, но и автоматом станете участником розыгрыша одной из 15 аркан для пуджика. Но срок этих заданий ограничен, поэтому очень советую вам поторопиться. Залетайте по ссылке в закрепе, катайте в доту и получайте халявные скины благодаря парипас. Реально крутая штука. Дерзайте. Как же замечательно, что у нас есть и другие источники контента, а именно комьюнити кастеры. Никс заморочился и заточил к себе на контент между игр те самые легендарные голоса озвучания доты. Моментов с лютейшими рофлами там просто куча. Чего только стоит Сергей Чихачев. Это, если что, мужик, подаривший озвучку для Огрмага. С его историей про любимых игровых персонажей. У меня есть любимый персонаж в видеоиграх. Это кровавый барон из Ведьмака. Ты когда долго работаешь над персонажем, ты с ним как бы сродняешься. Этот человек становится тебе родным, выдуманный. И мне очень нравится барон. И у него очень трагичная и такая мощно прописанная история в Ведьмаке. Мне все время приносит, когда иногда приносит, чтобы я что-то написал на листочке, приносит, там барон висит и написано, я черешня. Понимаете, я должен это подписать. Что это такое? Или же вот вам его озвучка самого мемного рейджа от Рамзика, который стал еще более смешным. А как вам, допустим, Мирана с альтернативной озвучкой липов? По сьёбам! По сьёбам! О, боже мой, ну, чтобы мой сын не смотрел. Короче, я лично с этого ржал в голосину. Так что огромный респект Никсу за такую рубрику. Это было кайфово. Такс, Вентили и Пиджейл слегка подзабили на турик. Это вы уже и так знаете. Но ведь самое главное на Интернешнале – это красивая дота. И вчерашние матчи выдались, ну, очень жаркими. Поэтому предлагаю разобрать все эти столкновения по порядку. Для начала Бэтбум Тим схлестнулись в битве с Тим Фэлконс. Видимо, у всех парней из СНГ имеется какое-то собственное видение Меты. Ибо как-то иначе объяснить отданного ИСКА для Малрина я вообще не могу. Первая карта в зарубе Идеалочей – это просто боль. Светка неудачная от Сайки, но под сейф от Сейва прилетает. Мельник все-таки пытается ему что-то сделать. Получается закрыть скидера. Размениваются кора на кора. Малрин, ультимейт, эпицентр. И ГПК может не пережить, под сейфа никакого нет. И все-таки он отправится в Саверну. Мейро прилетает сюда. У него пятый левел. У него нету дума. И он ни с чем здесь может не помочь. Его также заберут. Это что, Тим Вайб? Ван Бай Ван. С этим, блин, Сант Кингом просто ничего нельзя было поделать. И это легчайшая победа за 25 минут для Соколиков. Вторая катка пошла ровно по тому же сценарию. Бедные идеалочи получали в пятачок при любом удобном случае. Как всегда на хотор атаки. Всегда готовы. Как только ты расслабляешься. На секунду расслабляешься. Вот он Малрин. Вот он Статиклин. Вот он Сайка, который просто не знает, как ему выйти с сейф. На подсейвах, конечно, играет. Но Малрин прижимает БКБ. Уничтожает одного. И уничтожает второго, который пришел на помощь своему кору. Просто скучная и очень однобокая дота могла бы уже и закончиться, если бы Эпилептик не решил сыграть с Рапирой. Просто нереальнейший камбэк. Буквально за один файт ББТим отыграли вообще все преимущества. Всего один замес позволил им забрать Рошана и помчаться играть первым номером. Я своей задницей на этом моменте чуть не раскреначил себе кресло. И уже заочно отдал победу нашим парням. Но потом случилось вот это. Пытаются на Медузу здесь, кстати, убьют на самом деле. Выбьют я, едет. Далеко очень, команда Бэтбум. Очень далеко, команда Бэтбум. 5 секунд БКБ, он только что его приложил. Малрин подбалки, он заберся. Нажимается, встань. У нас стоит, ой-ой-ой, большие проблемы у Сайки. Сайка просто умирает, отдает Рапиру. Как тупо отдались Бэтбум. Боже, какая тупая Закидон игры. Потрясающий, блядь, ужасно. Собственно, после такого Закидона игра и подошла к концу. Да, ББ еще немножко побарахтались, но оправиться от этого не смогли. Бэтбум Тим пошли паковать чемоданы, а Соколы чуть дальше по сетке. Где остались дожидаться своего следующего соперника. За шанс не сражаться с ЭТФом и его братьей схлестнулись Тим Ликвид и Клауд Найн, в составе которых, между прочим, находится праймовый Ноу Ван. Опять же, не хочу вас душить своей аналитикой, но объясните-ка мне, что с драфтами у СНГ стаков? Ну вот, каким образом Кэрри, МК и Медовый Зевс зашли в эту мету аур? Что вообще должен делать метатель молний против одного пайпа? Как итог таких решений, первую карту отдали, считай, без шансов. Радует, что не тельтанули, и в следующий уже взяли адекватный пик и стартанули, но с очень равной Котелы. Вся борьба проходила буквально в микро-моментах. То шикарно засетапят Клауда, то уже Ликвиды выйдут на какой-нибудь шикарный пиков. У нас Нагу, да, умер Ноу Ван, но как будто бы драка отличная, выбили, еще и Аегис как-нибудь надо засетапить. Дэм нажимает торрент, но не в тайминг, стан тоже не в тайминг. Коги, блядь, ничего не в тайминг, нахуй, нет, Коги в тайминг, пошел Глэпнер. Если чем-то продлить, ну вы все въебали. Возвращать Дэм! Надо ловить, надо ловить. Ну, блядь, нихуя не в тайминг. И, блядь, Ниша играется с раками, Ниша играется с раками, еще хочет убить. У нас здесь Ватсона, Ниша пошла полностью игра, здесь Дэм. Ой, точнее, 33-я, нажимает, стан убил. Ой-ой-ой-ой, ну все, тут пошел овертроу, Дэм остався один. А вот самый огорчающий, но и в то же время самый зрелищный момент, как говорится, не на очке, случился абсолютно случайно. Бывшие энтити умудрились дать шикарные минусы и пойти ломать мид. Но в какой-то момент ребят просто переклинило, и они погнали пушить трон на ровном месте. Да, парни с этим мувом, нехило так выстрелили себе в ногу. Но во время просмотра в лайве эмоции были запредельные. И жаль признавать, но дальше вытянуть такую игру шансов практически не было. Хотя вот эти нон-стоп-файты мне запомнятся еще надолго. Бацан нажимает БКБ все-таки, теряет позицию, начинает бить ресет, он урона нету в этот слип. Фишман нажимает хук, но хук это пятерку на гу, а не в дума. Дум просто вышел, пак просто вышел. Так, да ладно, он хочет продолжить файт на мике? У вас же нету кнопок, у вас же КД, думы. Нет, они прыгают в итоге под байбек, в итоге нажимается Юл, умирает Микки, Микки с байбеком. Микки не нажимает байбек, в итоге Микки выкупается. Очень больно ниша, ниша выкупается тоже после смерти, когда он продолжает драться. У него нету тоже кнопок. Бацан очень больно, хорошие кнопки от ДМа. Добить у нас в итоге боксе ошибка очень от ликвит, у них нет, думав, куда они дерутся, непонятно. Прыгает без байбека у нас на ноу-1, оба кора команды ликвит добивают ноу-1, ноу-1 тоже без бая. У них не хватает урона, в итоге просто на байбеках ликвит их перекатили, умирает у нас и Батсон, и Катаоми, и ДМ, и ребята идут заканчивать. Вот таким нехитрым образом определился первый топ-3 инта в виде ликвидов. Второго же определяли между собой Тундра и Гейминг Гладиаторс. Тундра и Спортс. Весис Гейминг Гладиаторс. Учитывая, что мне импонируют обе эти команды, то тут я хотел поболеть просто за красивую доту. Увы, но видимо это был вообще не мой день. Первая же катка показала, насколько сильны ГГ в данной мете. Парни взяли максимально комфортный пик для ранней доминации и быстрого пуша. Очень динамичная и крайне зрелищная игра от Квина и компании. Обречены, обречены, ничего не сделают, друзья. Очень дикая, очень жесткая игра в исполнении Джи-Джи. Это их фирменная стратегия, это их фирменные персонажи. Удивляться нечему. Ну, разве что, разве что, надо сказать, что, друзья, это те самые Джи-Джи, которые очень хотят попасть, как минимум, в топ-3. Я думаю, что мысли и идея у них пробраться на гранд-финал. Следом пошла вторая игра, где вновь случился Сандкинг, но на этот раз медовый для Си-Си-Пи-Си. Опять же, блин, не представляю, что могло случиться с командой Пьюра, но это натуральная поплава. Опять отдают СК. Опять серия в одни ворота без единого шанса для Тундры. 2-0. И уже сегодня мы увидим финал верхней сетки, где вновь столкнутся Жидки и Гейминг Гладиаторс. Ну, тут я уже с чистой совестью притоплю за дурачьем. В нижней же сетке сегодня команды дойдут до полуфинала лозеров, а вот кто кого вынесет, узнаем уже совсем скоро. Клауд Найн против Фелконс, Тундра против Экстримов. Будет очень-очень круто. А вот уже завтра нас будут ждать самые эмоциональные катки. Сначала в финал нижней сетки, а потом и битва за Аеги с 2024. Ну и, конечно же, должна случиться парочка жарких анонсов, которые все мы с вами так сильно ждем. Поэтому, друзья, чтобы ничего не пропустить, советую вам подписаться на мой канал и бахнуть в колокольчик. Также по традиции напомню, что у меня есть свой личный магазин дешевых игр, где вы можете купить любые новинки в обход ограничений Стима. Black Myth Wukong, новый Space Marine 2, Ghost of Tsushima и многое-многое другое. Короче, чекайте ассортимент. А если вдруг вы хотите просто, быстро и надежно пополнить Стим, то в описании под роликом лежит ссылка и на мой сервис пополнения. Там, если что, и так самая низкая комиссия на рынке. Но с секретным промокодом LOR она станет еще меньше. Так что смело пользуйтесь. На этом у меня все. Огромное спасибо вам за ваши покупки. И услышимся с вами уже завтра. До связи.